ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Зараз узгадаем, что про ее писал ведомый витебский краизнаутся Александр Семянтовский. Фигура храма четырехугольная, закругленная алтарной стеной. На середине церкви поставлен деревянный купол, а над главным, или лучше сказать, единственным входом такая же колокольня. Изнутри стены, потолок и пол церкви покрашены масляной краской. Иконостас гладкий с тремя ярусами икон, в числе коих две местные – Пресвятой Богородице и Спасителя. Весьма древнего письма русской школы. Калистина, в этом месте, находился молитованный дом старообразцев беспополцем. Кольки слов про беспополство. Глята один из основных накерунков русского старообразства, послядовники якого немают в духовенство. Накерунок узник у концы 17-го стагодзя и отмавлял необходность святарства для ратывания души. А храм Успенни был побудованный в 1852 году на месте этого молитовного дома. И яснуюсь в думке, что она была просто первобудована, а не зроблена на ново. Пасля революционный и послевоенный лес Успенской царквы был типовый для большинства церквы на наших землях. Церква была зачинена и частково перебудована для рабочего помешкания ботаничного сада. А сама побудову в 1954 году была передадена педагогическому институту. В 1991 году зарегистрованный приход Свято-Успенской царквы, а в 1997 году церква нарешті была передана верникам. Вось такие таямницы знаходяться побычь знамя амальна кожным кроком. До встречися, Брэй. Усягу доброго. Субтитры создавал DimaTorzok